Впечатления от двусторонки? Как прошла тренировка? Насколько довольна работа ребят на поле? Доволен, доволен. Насколько все работают, выполняли то, что должны были выполнять. Настроение хорошее, интенсивность хорошая. Так что, наконец-то, первая тренировка, которую провели. Можно сказать, полноценная тренировка за два года. Все мои года, или все тренировки в сборную, по-моему, ни разу такой не было. Головина смело мы можем называть одним из звезд и лидеров команды. В каком сейчас он состоянии, какие у вас впечатления от его игры? И насколько быстро у него получилось адаптироваться к другому стилю? Давно его тут не было. Во Франции, наверное, по-другому немножко играет в футбол. С чего вы взяли? По крайней мере, качество другое, наверное. Качество хуже или лучше? Это вам лучше знать. Может, чуть хуже, может, чуть лучше. Но другое? Другое, другое. Нет, не подожди. Если с лучшего опускаться, то всегда быстро адаптируйся. Адаптироваться сложно, когда надо менять в хорошую сторону интенсивность, повышать, например. Когда она снижается, то еще и... Так что впечатление от него, и не только от него, а от всех. Самое приятное, адаптироваться ему ничему не надо. До вас был Каларин. У вас богатая уже тренерская карьера. По-заморски достаточно продолжительная. Это самый классный игрок, которого вы тренировали во всех командах? Ну, так, навскидку, наверное, сразу и не скажу. Наверное, нет. Ну, опять же, разные, во-первых, разные позиции. Что значит, самый классный игрок? Есть разные позиции. Есть центральный защитник, позиция, наверное, самый классный центральный защитник. Можно сказать, кто-то есть, самый классный центральный, а самый классный и полузащитник. Ну, Алекс, например, в Спартаке, который был. Как вариант. Тоже неплохо. Он будет двухгоден, но сложно. То есть, там, головин больше, там, все равно на фланге именно в Монако действует. Поэтому абсолютно разные позиции. То есть, опорные полузащитники тоже хорошие или были, или есть. Так что, зачем сравнивать? Что сейчас? Вот вчера отсутствовали на открытии такой тренировки Белокаменки, Глебов, Фомин и Скопинцев. Скопинцев уже сказал по своей готовности. Глебов, Фомин. Они будут готовы или уже готовы? Ну, уже готовы. Забители тренировок. Значит, готовы уже. Олег Георгиевич, насколько, в принципе, сложно работать сейчас с таким количеством футболистов и с таким количеством перелетов, потому что, условно, вчера вернулись из Египта, часть команды была в Мурманске. Сегодня вернулись из Египта. Да, сегодня вернулись из Египта, часть команды была в Мурманске, тоже недавно вернулись. И, в принципе, как сложно вот это все комбинировать, совмещать, держать в голове. Вы всегда задаете вопрос, насколько сложно, как объяснить, насколько это сложно. Сложнее, чем была бы одна команда, да, сложнее с двумя командами, ну, естественно, это нормально. Насколько, не знаю. Что сейчас можно сказать об становлении Сергея Пеняева? Подойдет ли он, может быть, к Египту или Катару? Какую группу, возможно, он попадет? И как проходит восстановление? Восстановление проходит хорошо. Завтра уже, я думаю, на поле мы его увидим. А вот в какой группе, это еще подумаем. Посмотрим по игрокам, по состоянию. И тех, которые вернулись вчера, вернее сегодня, из Египта и те, которые в Катар готовятся. Вы сказали вчера, если я ничего не путаю, что не всех знаете по именам из ребят. А как считаете, если у ребят, которых вы вчера тренировали, спросите, собственно, кто вы и где играли. Сели на зал? Какую-то хотя бы минимальную информацию. Про кого? Про вас. Спросите, я откуда. Без понятия. В процессе матча вам удалось поближе познакомиться? То есть, вы как? Вот эта цитата о том, что я по именам... Поближе познакомиться. То есть, во время игры вы думаете, что я стал учить имена? Кто, кто... Имена также продолжаю и не знать. Имена не главное. Надо знать, кто есть кто и кто как сыграл. Как оцените уровень резерва вчера? Ну, да, я вчера говорил, что там оценки давать я бы не стал именно конкретно по вчерашней игре. То есть, да, понимание какое-то, видение какое-то есть, но оценки давать после двух дней тренировок. Кто-то быстрее впитывает информацию, кто-то медленнее впитывает информацию. Кто-то может сразу это показывать. Кто-то через 2-3-4 тренировки. Плюс те условия, в которых оказались, начиная от перелета и заканчивая погодой, на кого-то влияет жара. Кто-то не чувствует жары такой, кто-то переносит хуже, поэтому по одной игре конкретно не стал бы выводов каких-то глубоких делать. Уровень... Есть игроки, которые вчера показали более достойный уровень, так скажем, и кто не смог показать, но это нормальное явление. Я воспользуюсь как главного тренера национальной сборной предприятий, в чем в такого рода матчах, в такого рода проверках. То есть, есть ли кто-то, которого, я не знаю, суперталант, кого вы можете позвать на следующий сбор в октябре, именно в первую команду? Ну, если бы про вчера говорить, то да, были футболисты, которые удивили, или порадовали, удивили, не знаю, как его называйте, в хорошем смысле этого слова, в хорошую сторону. Если они будут постоянно играть, то да, возможно, в октябре и в первой могут оказаться. Кто именно? Не скажу. Не скажу. Ну, вот тут, не знаю, ваша проблема. Мы за любовь, да. За что вы достойте? Ну, скажите нам, ну, не хочу, я скажите. Нет, не буду говорить. Почему? Потому что не хочу. Достаточно этого. Нет, что нужно, чтобы вы захотели. Ну, просто ребят поощрить, скажите фамилию. Не хочу. Вот, я не хочу поощрять. А кого-то прибивать этим. Вы сказали про Пиняева, но мы можем уже говорить, что он точно в одном из матчей сыграет. Вот, исходя судя по уставления. В одном, ну, думаю, что да, если ничего не случится, по-моему, где мы играли, с кем мы играем, с Ираном, например. Планировали, что он сыграет, но не сыграл, плохо себя почувствовал перед игрой, поэтому мы играли с Ираном. Поэтому говорить, что он сыграет точно, сейчас я скажу, да, он точно сыграет, потом и не сыграет, вы будете говорить, как сейчас. Вы нам сказали, а оказывается, это не так. Валерий Георгиевич, есть ли понимание по вратарям, кто полетит в Катар? Кого отцепите? К Виталью Витальевичу. Сегодня увидели тренировку. Глебов, центральный защитник. Правильно понимаю, что он будет использоваться именно на эти позиции? Если вообще использоваться будет, то может быть. Если использовать подговор, это связано со здоровьем или вашим выбором? Нет, ну да, это игра в Катаре. То есть он планирует ездить на игру в Катаре, в Катаре выйдет основной состав, попадет на состав или нет вопрос, и выйдет ли на замен тоже вопрос. Поэтому он говорит, планируется или не планируется, мы посмотрим, будет ли вообще он планироваться. Есть 20 полевых игроков, по сути, два состава. Сейчас можно говорить, что все выйдут? Ну понятно, что вы даже сейчас сказали, но два состава. По-моему, 10 замен нельзя делать. Сколько вы не сказали, Максим Львович? По-моему, нет. Было так, во всяком случае. Опять же, эта игра неофициальная, поэтому все может измениться. То есть вчера сначала договаривались на 9 замен, потом решили, что можно 10 замен сделать. Так что, возможно, будет и в Катаре. Мы много раз говорили о том, что дополнительная какая-то мотивация тем, кто надевает футболку национальной команды, не нужна. Но очевидно, что болельщики на стадионе, те, которые говорят вперед, они силу и энергии придают. Хотелось бы, чтобы, как и в Египте, хотя бы несколько десятков человек нашлись, кто в Катаре на стадион придется. И чувствует ли команда и вы лично поддержку на расстоянии, потому что страна будет смотреть. На расстоянии, наверное, в меньшей степени ощущается поддержка именно на то, что вы сказали. Например, вчера в Египте, то есть, во-первых, было слышно и ощущалась поддержка болельщиков. Понятно, что она всегда приятна. Если будет не два десятка, а две сотни, будет лучше, например, в Катаре. Почему решили, что именно Анопка может руководить и будет руководить команды в матче с Египтом, не Писарев, не Никифор, возможно? Ну, потому что Виктор Савельевич и в Ростове тоже уже полтора года присутствует на каждой теории, естественно, в каждодневном общении находимся. Поэтому он все знает, все понимает. И я думаю, что ему проще будет, чем там уже Никифорова. Валерий Георгиевич, Масе с Египтом была явно непростая погодная обстановка, было очень жарко. Катар такая жаркая страна, но стадион, на котором вы играете, стадион Чемпионата мира, на котором есть специальные кондиционеры, не уточняли ли вы у городских коллег, будут ли включены они эти кондиционеры, чтобы температура была комфортной? Нет, естественно, уточняли. Будут работать? Ну, сказали, что да, не обманут, а должны работать. Можно сказать, что вот тот период, который у нас, когда мы не играем в официальный матч, он ознаменался тем, что, ну, некоторыми переменными составами, ограничениями которых вы говорили, что вопрос выбора состава, неких экспериментов, он завершен. И вы сами говорили на предыдущей пресс-конференции, что прежде всего там от вас ждут результата. Что сейчас, несмотря на то, что у нас статус матчей не в отборочных турнирах, главная задача – это именно результат. Нет, я такого не говорил. Что главная задача в матче с Катаром? Мы говорили про то, что надо ли побеждать и хотим ли мы побеждать. Я сказал, что да, здесь любой футболист, или даже не футболист, а спортсмен, хочет побеждать, даже на тренировке. Поэтому смысл ставить цель или задачу выигрывать, ну, это смешно. То есть цель и задача – это она стоит всегда, это когда человек выходит на поле, даже в тренировке. Поэтому другие цели и задачи, которые претендуют тем, что показать, что и болельщик, во-первых, раз, и для нас самих, что сборная она есть, и что мы функционируем, что мы работаем, что мы хотим играть. – Продолжу про Виктора Савельевича. Как вы будете поддерживать связь? Там просто может так наслоиться, что пресс-конференция у вас 19.30, открытая тренировка 18.15, матч 19.00. Вообще планируете ли связываться с Виктором Савельевичем во время матча, может быть, в перерыве? Как общение будет? – Ну, я думаю, что во время матча, наверное, вряд ли. То есть, опять же, смысла не очень, так скажем, вижу смысла, что-то там корректировать или вмешиваться. В перерыве, да, возможно. – Как уже планировали? – По телефону, естественно. Нет, спутник. – У нас телепатическая связь. Литвинов универсальный игрок, и в «Спартаке» играет на двух позициях. Как вы его, прежде всего, видите? Для вас он центральный защитник, а порник кто? – Нет, мне бы хотелось его использовать, посмотреть, по-моему, у нас еще не помню, играл он опорно или нет в сборной, я имею в виду конкретно. Конечно, хотелось бы использовать и в опорной зоне, ну, в силу того, что, так скажем, не так много у нас центральных защитников вызвано. Ну, их, в принципе, не так много. Вот, поэтому в этой игре я думаю, что защитникам будет играть центрального. – По поводу Скокинцева. Не вызывался, теперь вызвали, с чем это связано? Он прибавил в оборонительных действиях, насколько я понимаю, вы были недовольны тем, как он играет в обороне, как отрабатывает? Или вы впечатлены тем, как он играет в атаку? – Ну, сказать, что я прям впечатлен чем-то, прям совсем впечатлен, нет. Ну, давно, да. То есть, давно я его не видел. Нет, я не то, что не видел. Давно не тренировал, то есть, вот как раз посмотреть, как он, в чем он прибавил или не прибавил, вот для этого тоже есть время. – Сегодня был такой момент Дима Байна вместе с Сашей Соболевым, так немножечко, может быть, такой, ну, перепалка, в общем, словесная. В целом, если смотреть тоже по видео, которое выкладывает сборная Россия, Дима все время отдается даже в тренировках. Ну, имея в виду, что играли в квадрат, и он там прям вырывал тоже. Как вы к такому относитесь, что можно случайно, там, ну, условно говоря, я видел, как Чалов просто прыгает, чтобы не попасть в один вайдер? Как к такому относитесь, что, не скажем, не говорите ли ему чуть-чуть пожалеть силы или напор, чтобы… – Нет, естественно, нет. – А вот в этот момент точно небольшая такая перепалка? – Да, это, наверное, тренировка случается. Вы просто тренировки же не видите. Это нормальная, абсолютно рабочая история. – Вы сказали о том, что не так много у нас центральных защитников. Вы увидели за последнее время в нашей лиге, что ситуация с уровнем доверия молодежи, с тем, сколько у нас появляется молодых футболистов и игровой практики, стала меняться в худшую сторону. Просто в силу того, что в лиге стали появляться футболисты, по большей части, из Латинской Америки. Их очень много стало. – Ну, а до этого были не из Латинской Америки. Я сейчас не очень улавливаю. – До этого могу уехать. – Ну, будем думать, что у нас много защитников иностранцев. – Ну, у нас, по-моему, всегда их было много. Понимаете, позиция центрального защитника одна из самых важных, и как раз вот именно… Даже не то, что из самых важных. Там, где нужна стабильность. А с молодыми игроками, естественно, стабильность – это, наверное, утопия. То есть, все равно они должны свои ошибки совершить. Если нападающий ошибается молодой, то ничего страшного не происходит. Если ошибается молодой центральный защитник – это проблема. Вы можете видеть это, например, Ростов. Поэтому, естественно, доверять молодым, особенно центральным защитникам, ну, не каждый это будет делать. Если есть еще и возможность привести, пускай и не молодого, но иностранца. Ну, это нормально. – Я хотел продолжить по поводу тоже Виктора Савельевича. Будет ему помогать там, и кто поедет с вами в Санкт-Петербурге? – Я уже говорил… Ну, почитайте, поднимите. Я уже говорил, сколько можно говорить-то про это. Сказали же, не Кипров и Анопко поедут. Сколько раз надо говорить? – По поводу Зиньковского. Как вы видите его позицию? Потому что в «Спартаке» на его фланге играет «Промис», а игровой практики ему явно не хватает. А тот матч, где он вышел на фланге «Промис», он просто порвал ворону «Динамо». Как вы на позицию Зиньковского смотрите с главным? – Не очень понимаю вопрос. В смысле на позицию? – На позицию его использовать? – Да. – Ну, что справа, и справа, и слева. То есть может и там, и там сыграть. – Я вернусь к молодежке. Вы чувствуете, что это совершенно другое поколение, это люди, которые родились уже… Та команда, которую вы тренировали в Египте, это люди, которые родились уже в 21 веке. Вы чувствуете, что для этих ребят, из того, что вы общались, если времени недостаточно, что вопрос за престижа, я говорю, за сборную, патриотизма для них серьезный? – Ну, для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшую, но в принципе, да. Ну, так же, как и в нашем поколении. Или вы думаете, что мы здесь в нашем поколении все были прям за родину, за Сталина? – Ну, я думаю, что ваше поколение в этом смысле более патриотическое. – Не все опять же мы. Кто-то да, кто-то нет. Кто-то больше, кто-то меньше. Не то, что да, нет. Кто-то больше, кто-то меньше. То же самое и сейчас. – У вас возникли какие-то сложности, кроме того, что вы не всех знаете по именам, в общении с этими молодыми ребятами за то время, сколько вы общались? – Вы понимаете то, о чем они думают? Как они говорят? – Понимаю, конечно. Понимаю, потому что у меня в Ростове половина команд такой. – По уровню мастерства этой команды, которая играла в Египте, что для вас, как для тренера, является главным фактором показателя уровня мастерства? – Какой фактор? Двуногость, что-то еще? – Мы все можем говорить об этом три часа. Двуногость она может быть, но если головы нет, может быть хоть треногим быть. – Сколько в этой команде, которую вы тренировали в Египте, двуногих, кто одинаково владеет левой и правой? – Ни одного. – Это плохо? – И в первой команде таких нет. – О чем это говорит? – Ни о чем не говорит. О том, что такие футболисты. Месси только левый владеет. – Или Месси двуногий? – Нет, только левый. – И что, плохой? – Неплохой. – Не самое главное. Двуногость – это не самое главное. – Ну, разные точки зрения. – На примере Месси можно доказать, что двуногие – это хорошие, а одноногие… – Есть масса игроков в мире, которые владеют левой ногой, которые не настолько хороши, как футболисты. – Да, но так необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире. – Да. – Да. – Семь раз подряд или сколько? Шесть, или не подряд. – Какой? Да. Быть неплохим футболистом. – Можно. Я же не двуногий. – Да, одной ногой. – Вот именно. – Да. – Так, как и Месси. – Олег Григорьевич, вы нас вспомнили и таких звезд, как Месси? – Вот сейчас же была премия лучшего игрока по версии UEFA, и там принимали все главные тренеры членов ассоциаций UEFA. – За кого вы, может быть, выбирали? – Я уже не помню. Принимал участие, но не помню. – Давайте сейчас проголосуем еще раз. – Не помню. – Ну, допустим, Месси, Холланд, Хвича от первого к третьему. – Ну, там в тройку попали – Холланд, Дебрюйне. – Месси. – Да, Месси в третьем. – Не помню. То ли Месси, то ли Холлд на первом. – Говори. – Кого я поставил – не помню. – А Хвичу список поставили? – Нет. – Какой? – К тройку? – К тройку. – К тройку у меня там не было. – Вы во время прошлого разговора сказали, цитата хорошо разошлась, о том, что наши футболисты не востребованы в Европе. Вы считаете, что главная проблема – это невостребованность, деньги, которые есть в российском футболе. То есть здесь платят столько, сколько, возможно, в Европе не платят. – Да, конечно. – То есть это не вопрос уровня мастерства. – Не только. – Многие поняли так, как Вы считаете, что по мастерству у наших футболистов именно этот фактор является главным их невостребованием? – Нет, конечно. Это все вместе. Не только мастерство. Понятно, я еще раз повторял это, миллион раз уже говорил. Если бы мне платили в России, в мое время, в два раза больше, чем в Испании, я, наверное, вряд ли бы уехал. – Ну, то есть, в принципе, Вы не осуждаете, если я правильно понимаю, тех, кто не уезжает сейчас, потому что им платят больше, чем в Европе. – Нет, я никого вообще, в принципе, никого не осуждаю. Каждый делает то, что он считает нужным. Что осуждать-то? – А как же эта тема по поводу того, что нужно попробовать другой чемпионат? – Ну, еще раз, это решение каждого отдельно взятой личности. Хочется ему попробовать другой чемпионат? Ну, поедет. Не важно, кому-то плевать на деньги. Кто-то жаден на деньги, кто-то не жаден на деньги. Что это обсуждать-то? – Да. Ну… ... ... Субтитры сделал DimaTorzok